Бросил вызов стихии и вышел победителем. Спортсмен из Чувашии Сергей Сусметов участвовал в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде. О том, как наши триатлонисты держат марку на мировой арене, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Любовь к экстриму и воля к победе. Спортсмены более чем из ста стран мира бросили вызов водной стихии. Только самым сильным и выносливым удалось достичь финиша. В их числе Сергей Сусметов и его сестра Ольга. Ольга, давай, давай, молодец! Мы приехали с Мальты, где проходили соревнования на открытой воде по плаванию на дистанции 6 километров. И получилось подняться на педестал и занять второе призовое место. Бушующие волны, течение и даже столкновение лоб в лоб с другими участниками. Кэмп на открытой воде довольно интенсивный. Он в корне отличается от плавания в бассейне. Регулярные тренировки, знания техники, плавания на открытой воде помогли Сергею в этом непростом состязании. Регулярно занимается любительским триатлоном, выступает на длительных плаваниях. Поэтому последнее выступление, завершающий этот сезон, будем так говорить, на Мальте, он прошел с достоинством. 60 лет работает в качестве тренера в Новочебоксарске, здесь у нас, и по федерации триатлона Чувашии. Медали – это прежде всего колоссальный труд. Каждая из наград дорога и памятна. Но самая главная медаль Сергея вовсе не золотая. Это самая значительная медаль чемпионата России по триатлону спринта. Этот вид спорта в последние годы активно развивается. Многие ребята с интересом осваивают триатлон, причем как летний, так и зимний. Очень хороший тренер, я с ним занимаюсь достаточное количество времени, что он хорошо меня натренировал, чтобы я смог поступать на уровне Республики России, на достойном уровне. Семь человек ходят в сборную России по триатлону. Мы являемся базовым видом спорта в Чувашии. Сейчас вот нам грант выделен, это более 20 миллионов. Например, куплено 14 велосипедов стоимостью каждой по 200 тысяч. Вы представляете, какие серьезные техники спортивные. Плавание, велогонка и легкоатлетический кросс. Троеборье не для слабых духом в любое время года. 16 ноября в Новочебоксарске пройдут соревнования памяти мастера спорта России по триатлону Павла Вязова. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.